Как победить страсть, с которой сравнилось за много лет, если умом понимаешь, что это грех, а покаяния нет. Ну, начну с того, что покаяние – это все же такой христианский образ жизни. Это не то, что оно сейчас нет или оно есть. Это то, что у нас должно присутствовать всю нашу жизнь, от начала до конца христианской жизни. От начала имеется в виду сознательной христианской жизни. То есть покаяние, собственно говоря, это такое слово греческое метаноя, это изменение мыслей. Это какой-то труд, который никогда не должен прерываться, он всегда должен продолжаться. Да, у нас есть какая-то страсть та или иная. У каждого человека есть свои какие-то любимые страсти. Некие идолы, которые стоят в душе. И зачастую мы этим идолам просто служим, как язычники. То есть мы приносим в жертву им чистоту сердца, мысли, желания. Идем на поводу у них. Если мы пытаемся обратиться, вернее, отвратиться от этих идолов, то они мечут в нас громой молнии. И нам становится страшно, скорбно. Если страсть не удовлетворяется, трудно. Речь идет о любимых страстях, о таких глубинных вещах, которые мы сроднили за много лет. Ну, какие страсти? Например, гордость такая, известная страсть, которая у каждого человека есть так или иначе. Страсть чревоугодия, например. Блудная страсть какая-нибудь. Такие глубинные страсти, которые могут годами жить в человеке. Ну, как быть, как победить страсть, если мы не видим успехов? Душа наша как будто бы разделяется на две части. Одна часть ветхая, другая часть новая. Новозаветная и ветхозаветная. Вот та, которая ветхая, наш ветхий человек, зачастую сильна. Та часть, которая принадлежит Богу, бывает незначительная. Но, знаете, как бывает на войне? Захватывается плацдарм, пусть маленький плацдарм, а потом этот плацдарм укрепляется, расширяется. И вот, глядишь, этот плацдарм становится больше, больше, больше. И вот уже победа. Враг бежит. Так и в душе. Пусть маленький кусочек, пусть маленькая часть нашей души принадлежит Христу, но все-таки это уже немало. Вообще, собственно говоря, духовная жизнь – это жизнь, которая состоит из малых дел. Ничего великого мы сделать не можем. Великое делает только Господь, искупление наших грехов. А мы можем делать что-то малое. Ну, например, мы можем поисповедоваться, это же доступно. Мы можем прийти на испискать наши грехи, наши страсти. Это вполне посильное то, что мы можем сделать. Хотя зачастую малое для покаяния в целом, для избавления от страсти. Мы можем все же избегать соглашаться с мыслями, которые происходят от той или иной страсти. Да, у нас не получается, если мысли приходят снова и снова, но мы боремся. У нас не получается, да, эти мысли нас перебарывают, но мы все равно боремся, мы стараемся. Это совсем малое, но это так важно. Господь видит нашу борьбу, Он как бы рядом стоит. Он не вмешивается, потому что Он хочет, чтобы мы сами что-то сделали. Помните, как Господь подошел к расслабленному и сказал, возьми постель свою и ходи? И расслабленный, исцелился, он сделал постель и пошел. То есть сделай что-то сам, сделай, попробуй взять свою постель, попробуй, я тебе помогу, ты попробуй сам. Так и в борьбе со страстями, которые укрелись в нашей душе, сделай что-то малое, будет сопротивляться им. Будем делать все возможное, веря, что Господь сделает великое и зачастую не вмешивается в нашу борьбу, ожидая от нас хотя бы малого, но подвига. Поэтому во всех случаях нашей жизни, когда происходит такая борьба, обратимся к Богу от всей души, как и сказано в книге Иисуса Сына Террахова, возвратись ко Всевышнему и отвратись от неправды, и сильно возненавидь мерзость. Иисус Сына Террахова